будут со мной выступать один из моих лучших учеников один из людей которые можно сказать очень-очень мы ценим и знаем что его опыт его практический опыт очень сильно помогут вам его сергей он сам с россии то есть живет в россии вот сейчас чуть-чуть две-три минуты подождем пока подключается наши люди побольше и я присоединюсь сергею и тогда будем говорить до сегодняшней встречи хочу сообщить нам что сергей один из наших учеников которые бог даст еще аллах 5 декабря будет выступать вместо со мной на нашем прямом и на нашем форуме в этом туркестане поэтому он мультимиллионер состоятельный у него несколько бизнесов сейчас есть возможность несколько я пригласил сергея на это беседе для того чтобы несколько вопросов сдавать или у вас была возможность чтобы несколько вопросов сдавать и так далее соответственно чтобы он поделиться своим опытом своим ошибкам своим достижениям и так далее вот дорогие мои потому что в нашем форуме форуме которые будут 5 декабря форум он называется как я заработал свой первый миллион там только практике там несколько миллионер и они будут выступать каждый говорит как свой первый миллион заработал я организую обычно такие форумы вместе с нашими учениками почему потому что есть мне чем гордиться это наши ребята наши ученики мы вместе делаем эти вещи и думаю что если с чему-то гордиться надо реально гордиться потому что я благодарен все вишнему за то что позволил и дает такой шанс что такие хорошие ученики мне окружают такие достойные ребята бизнесмене сильные которые имеют духовные ценности моральные ценности у них можно сказать внутренний мир другой вот вот что хочу вам сказать поэтому давайте отсоединяю сергея уже у нас потихонечку люди добавляется вот я пересоединяю а начнем уже общение вот думаю что скоро сергей видит в эфир я его уже приняли его приглашение думаю что скоро видит вот сергей добрый вечер дорогой как твое дело рад тебя видит очень приятно тебя видит спасибо что нашел время и вышел к нам на эфир и присоединились присоединиться на этот эфир сейчас у нас минуту по минуту будут больше больше людей больше больше людей хочу чтобы сегодняшняя встреча мы с тобой давали хорошие ценности поддерживали наших читателей наших слушателей потому что это необходимая вещь сергей дорогой мой расскажи пожалуйста вот дорогие мои еще раз одну минутку еще раз представляю вас сергей а потому что многие из вас не были в самом начале когда говорил про сергей сергей один из моих учеников он в россии его бизнеса вместо сергей мы выступать будем в нашем бизнес форме который называется как я заработал свой первый миллион в этот в туркестане это казахстан туркестан это город где где казахстане южный казахстане там будут форму нас 5 декабря сергей еще четверо наших учеников мы все вместе пятеро будем говорить о том что как заработали свой первый миллион то есть идея заключается в том что тысячи процент только практик но теория вот в самом форме будет происходить таким образом сейчас хочу чтобы вот сергеем несколько вопросы ответе чтобы у вас потом была возможность задавать вопросы сергей дорогой скажи пожалуйста сколько лет назад ты начал свои бизнесы наставник я бизнесом начал заниматься 21 год 21 мне сейчас 36 вот поэтому 15 лет старше у меня уже отлично то есть ты 15 лет тому назад начинал заниматься бизнесом отлично расскажи пожалуйста ты когда заработал свой первый миллион сколько лет было сколько тебе было лет возраст в каком возрасте заработать свой первый миллион почти у нас просто в россии как раз в 2008 году было 2014 году была девальвация я почти дотянулся как бы до этого уровня не было 30 лет а потом была девальвация и получается все в россии как бы получается два раза сократилась это 32 32 33 где-то у меня было на самом деле это вот компания уже превысили миллион долларов может то есть когда капитализация твоего бизнеса превысила больше миллион долларов ты была 33 это хороший возраст очень хорошо это очень хорошо сергей я тебе очень хорошо понимаю скажи пожалуйста данный момент у тебя сколько направлений бизнеса сегодня у нашей компании семь направлений бизнеса семь направлений мы сейчас работаем ну у нас международная группа стала за это время 15 ноября нам исполнилось 11 лет и сейчас мы вот ну международные компании стали рассказывай пожалуйста какие направления у тебя сейчас дальний момент который работает первое первое направление с которого мы начинали вообще свою работу это рынок электрических теплых полов из южной кореи у нас сейчас производства лицензионное с нашими партнерами из кореи получается ну мы производим уникальный электро водяной теплый пол который x3 pipe который продаем на территории россии казахстана белоруссии у нас одна из самых крупнейших в россии и казахстане белоруссии дилерских сетей это первое направление бизнеса а второе направление бизнеса это рынок твердотопливных котлов мы сами производим котлы твердотоплива на свое производство еще несколько брендов которые мы представляем в качестве эксклюзивного дистрибьютора третье направление бизнеса это у нас общепит здесь мы представлены двумя сейчас проектами это мы скорее привезли технологию корейской курочки это сеть каннам чикин у нас собственная сеть и плюс а международная франшиза то есть пяти странах мы сегодня представлены вот и рынок строительный то есть мы еще строим малотяжное строительство ага то есть готовы домики или частные домы да это частные дома частные дома то есть к нам обращаются ну вот клиенты частные вот кто хочет жить уже ну собственно доме и у нас строительная компания вот ну это новый бизнес нашей компании вот мы его развиваем уже вот ну второй год ага сергей дорогой скажи пожалуйста уважаемые наши слушатели я пока временно комментарии приостановил чтобы просто мы сергея услышали а потом через несколько минут потом я включу комментарии что вы могли сдавать свои вопросы чтобы тоже был хороший диалог чтобы у вас была возможность спрашивать и так далее я сейчас отключил комментарии чтобы не помещали друг другу а тот не который пишет совсем не по тему просто абсолютно другую сторону чтобы не отвлекали вас сергей дорогой ты сказал что у тебя один из самых большой дилерский сет по теплых полов и так далее так далее расскажи пожалуйста сколько у тебя там дистрибьюторство или сколько у тебя франшизы сеть смотрите наставник у нас на самом деле в каждом проекте большое количество партнеров больше ста партнеров больше ста социальных дилеров у нас по теплым полам практически ну очень много партнеров также с нами работает по направлению твердотопливных стеклов больше сотни партнеров по общепиту то есть если суммарно всех партнеров нашей компании оценить это больше 500 партнеров у нас как бы вот ну с кем мы работаем в качестве вот именно основных партнеров таких в разных направлениях бизнеса очень хорошо то есть если все вместе взять где-то более если 100 там где-то больше 100 там больше 500 партнеров разных направлений молодец молодец это такое организовать это огромный труд это я хочу вам сказать ребята сергей пришел ко мне он был уже миллионером когда он пришел на 19 где-то полтора года назад даришь присоиндии Два года назад был Почти два года прошло. Почти два года прошло. Вот два года назад, когда Сергей к нам пересоединился, он уже был миллионером, когда пересоединился. Скажи, пожалуйста, после того, когда пересоединился, ты на наших учебах, ты уже был миллионером. У тебя рост есть какой-то до и после, я имею в виду? Какие-то там значительные росты есть? Да, на самом деле, наставник, почему я пришел на обучение к вам, потому что, на самом деле, у меня и у компании, которую я сейчас развиваю, есть цель попасть в топ-200 российских компаний. А чтобы туда попасть, надо обладать новыми знаниями. Я прекрасно понимаю, если я не буду учиться, не буду развиваться, то возможности туда попасть просто не будет. Одно дело заработать миллион долларов, другое дело заработать миллиард долларов. Это совершенно разные уровни знаний. Поэтому, чтобы сделать такой рог, надо учиться. Я поэтому пришел учиться. И сейчас я чувствую, что вот за те два года, пока я прохожу обучение у вас, я прошел все стадии обучения. То есть сначала я проходил небольшие обучающие мероприятия, потом я прошел мини-мастер-класс, дальше прошел уже годовое обучение, потом уже, когда мы с вами встретились, познакомились, это было индивидуальное обучение. И все это время, пока прошло обучение, непрерывно рос уровень бизнеса в компании, потому что я всегда приезжал с новыми знаниями, с новыми идеями, как это развивать. И я старался сразу все знания, которые я получаю, практиковать. Потому что знания без практики, они как бы не имеют силы. И все ваши рекомендации, если бы, конечно, я все внедрил, наверное, я бы уже туда попал. Поэтому все делать сразу невозможно, но я очень стараюсь, да, постепенно. Сколько процентов у тебя ты рост заметил с того, точка А, точка Б? Ну, в этом году мы почти удвоим свои показатели. Несмотря на то, что рынок очень сложный, сейчас пандемия, и это все сказалось все-таки на бизнесе, ну, очень большие задержки в цепочек поставки. У нас импортные поставки с Кореи, с Китая, с Польши, да, у всех, ну, сейчас, допустим, дефицит электроники полупроводников. Это сказывается на то, что наши партнеры даже не могут справляться с заказами. В Китае, в Корее, логистика очень сложная. По 3-4 месяца поставка товара идет, да, ну, и у наших партнеров большие проблемы. Даже вот с учетом вот этого сложного времени, мы только, ну, почти удвоили показатели бизнеса в этом году. Ну, я считаю, что это замечательный результат. Конечно, конечно, это очень хороший результат. Если в такой период, который сейчас, даже держаться на том уровне, который был в компании, это уже считается хорошо. Потому что 60-70% компании, они треяли, они потеряют объемы, они снижаются уровень и так далее. Поэтому, если ты смог удвоить, это вообще очень хороший результат, очень хорошая победа. Хотел спросить еще, свой первый миллион на какой бизнес ты заработал? На который из них? Сейчас у тебя их 7. Да. Ну, основной, конечно, это, ну, первый проект, с которым мы начинали, это «Теплые полы». Это был, ну, основной, скажем так, на тот период проект. В дальнейшем это уже, ну, отопительный бизнес. Это, ну, скажем так, это первый, наверное, вот этот результат работы мы на нем получили. Но в процессе уже мы начали, ну, мы поняли, что мы набрали опыт и стали развивать разные проекты, как бы, да, вот на сегодняшний день. Я понимаю, что если у тебя есть знания и, ну, как бы, и хороший опыт, ты можешь развивать практически любое направление бизнеса. Ну, вот так у нас получилось у нас конкретно. Да, 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 молодец, молодец, дорогой. В общем, если у тебя больше 500 партнеров, а сейчас в данный момент где-то, сколько человек у тебя в структуре, в команде, сколько человек работает в компании? Смотрите, Александр, у нас сейчас около 300 человек работает. Ну, вот мы, да, мы сейчас запускаем еще до конца года еще два новых проекта. То есть у нас открываются рестораны новые и производство мы запускаем. Поэтому, ну, я думаю, что к концу года где-то будет уже, ну, цифра будет специалистов нашей компании где-то в районе 300. На следующий год, я думаю, мы уже, наверное, 500 уже перерастем, потому что, ну, очень много планов. На следующий год мы развиваем, да, филиальную сеть, да, открываем, как бы, производство запускаем. Ну, я какое-то время думал, что, ну, мы где-то, человек вместе остановимся, но сейчас, с учетом планов, ну, как бы, я думаю, что мы... Да, Аллах, да, Аллах, да, Аллах, да, Аллах, да, Аллах, чтобы так и было. Еще, Аллах, я буду очень рад. Я буду рядом тебе помогать. И это так и должно быть. Это очень хорошо, броню, это очень хорошо, броню. Это, да, я люблю, когда у человека есть много мечтей, я люблю, когда у человека есть стремление. Восхищаюсь именно такими людьми, у которого есть, можно сказать, много энергии. На самом деле, многие люди думают, что жизнь это, наша жизнь это время. Нет, я считаю, что наша жизнь это то, что осталось, и какое количество энергии ты владеешь. Потому что есть такая категория людей, которые, они вроде бы живут, просто у них уже мечта давно умерла. Они ничего не создают, они ничего, можно сказать, что-то, ничего нового не показывают миру, ничего нового не приносят этому миру. Вроде бы тело живет, а душа и дух не живет. Вот похоже на этого. А что создает что-то? Это дух создает, уверенность создает. Именно он что-то новое принесет в этом мире. Поэтому то, что ты говоришь, что вот большие планы в будущем, это меня вдохновляет. Я люблю таких людей, очень, очень ценю таких людей. Так здорово. Ребята, уважаемые, кто сегодня слышит нас, поверьте, то, что сейчас Сергей сказали, является ключевым моментом. Потому что ставить большие цели, это всегда необходимо. Стремиться к большей цели, это всегда надо. Еще скажу вам одну очень важную вещь. Существует два показателя великого человека. За годы свою работу я много раз анализировал жизнь великих людей, которые остались в истории, и нашел два показателя в них. Два показателя. И возьмем любой из них. Ход Махадма Ганди берите, ход Мандела берите, ход любого великого ученого берите и так далее. Легендарного социального деятеля берите. Любого из них, ход политика или кого-то, у них есть два показателя. Первый показатель – масштаб цели. Масштаб цели. Какую цель они ставят перед собой? Возьмем Эдисон или Стив Джобс, или любого, кого бы не берешь. Масштаб цели – это первый показатель, что этот человек действительно он великий человек. Почему? Масштаб цели – это показатель уверенности в себе. Только уверенный в себе человек ставит хорошие цели, хорошие глобальные цели, большие цели и так далее. Второй показатель – сколько пользы он успел принести в этот мир. То есть, какому количеству людям, какого количества жизненных людей он привел что-то значительное изменение, какой-то результат или какое-то изменение, или стал причиной улучшения жизни какого количества людей на земле. Можно сказать так. Вот это очень-очень важно. Вот это два показателя, можно сказать, жизни великого человека. И вот, когда ты рассказывал о том, какие планы и так далее, я вспомнил об этом, поэтому я говорю, и дай Аллах, чтобы ты год за годом так вырос, дай Аллах, чтобы год за годом было больше и больше достижений и так далее. И это нормально. Иногда некоторые люди говорят, а зачем ещё дальше, зачем, ну хватает же, ну что там ещё надо, можно же кушать, можно же жить, то, что есть, хватает же. Но мы работаем же не ради еда, мы же работаем не ради там просто, чтобы там кушать и так далее. Это и так, и так понятно, что там на жизни и так так можно подрабатывать, что-то делать, хватает. Но надо испытать себе максимум. Надо себе испытать максимум, к чему ты способен в этом мире. Потому что жизнь это всего лишь один раз, это шанс. Максимально надо испытать себя, чтобы потом не сожалеть, не сказать, я бы мог сделать больше и мало дела. Жизнь всё равно проходит же. Поэтому пока есть энергия, пока молодость ещё есть и так далее, это всё надо делать. Это очень-очень хорошо. Что ты рекомендуешь людям, которые хотят открывать бизнес? Наставник, я, наверное, самое главное рекомендую. Это первое, прежде чем вы хотите открыть бизнес, или даже если у вас есть бизнес, надо постоянно учиться. Надо, ребята, постоянно учиться. То есть, если время, когда можно было просто, вот я, допустим, когда начинал только свой бизнес, можно было ещё работать как бы как получается. Потому что рынки не были такие конкурентные, компании и руководители не были такие профессиональные. Когда даже первая email-рассылка, которую мы делали, она имела хороший эффект. Сейчас email-рассылка не работает. Когда первый автозвонок был, это был успех большой. То есть ты впереди был. Первый рекламный сайт, если ты сделал, ты был как бы, ну, уже вообще-то, лендинг ты сделал, допустим, да, у тебя уже был успех большой. Сейчас это необходимый минимум, который там 10% от того, что необходимо уметь делать, да. Сейчас я реально понимаю, что рынки на самом деле настолько стали конкурентными, компании настолько стали сильными, да, то, ну, чтобы с ними конкурировать, реально надо быть очень сильным профессионалом. А для того, чтобы быть профессионалом, нужно постоянно учиться. Я вот говорю, что первый, даже если вы деньги зарабатываете, обязательно вкладывайте свое образование, да, в свои профессиональные знания, потому что вам ни одна машина, которую вы купите для своего бизнеса, ни один офис, который вы не купите для своего бизнеса, да, не даст вам мозги. А сильные профессионалы будут работать с вами только если вы сильный, вот вы как руководитель профессионал. Если вы не профессионал своего дела, если вы свой бизнес не знаете очень хорошо, вы этих людей не сможете к успеху привести, они не будут с вами работать. Поэтому я рекомендую в первую очередь, ребята, вам обязательно заниматься именно профессиональными знаниями. То есть, ну, надо учиться у практиков, надо учиться у тех людей, кто сегодня уже, ну, практикует, у кого есть навыки, и кто готов этими знаниями делиться. Я вот такой бы совет, наверное, дал. Очень хороший совет. Почему? Потому что ты очень хорошо отметил, очень-очень хорошо отметил. В тех годах, когда открывали, даже если были конкуренты, они не были профессионалами. Они были такие, как мы. Они были тоже не профессионали, они тоже не знали. И как-то была возможность, а сейчас нет. Сейчас уже рынок очень много умных ребят. Информация стала доступной. Очень много, вот, например, беседы. Напрямую можно задавать вопрос многим миллиардерам. А когда? 15 лет назад такого вообще не было. Миллионерам, миллиардерам, чтобы послушать беседы миллионеров или миллиардеров, это было вообще недоступно. Сейчас я иногда сижу, думаю, как выгодно стало сейчас. Никогда такого не было, так, как в данный момент. Хорошо, там какие-то встречи, какие-то бизнес-форумы, какие-то там поездки с этими миллионерами, миллиардерами. Это же большая возможность. Или какие-то клубы есть. Просто иди участвовать. Ты знаешь, туда пойду, и там у меня есть возможность спросить у того миллионера или у того миллиардера. Раньше такого не было шанса. И это было очень тяжело. И ты варишься. И самое интересное, ни с кем было обсуждать свои проблемы. Ни с кем. Ты сидишь со своим сотрудником, ты сам не знаешь, как делать. Они вообще не знают, как делать. И сидишь с ними. Ты с ними обсуждаешь и не знаешь, что делать. Дома придешь, тебе же никто не понимает дома, что там. Жена же не советует тебе, как это делать. Да, братья и сестры тем более. У них там свой мир. И максимум, что советуют большинство, обычно родственники, закрывай. Потому что это тяжело, это трудно, лучше закрывай. Каждый раз, когда любой трудности сталкиваешься, они сразу говорят, ой, закрывай, зачем это все надо и так далее. Потому что они думают, что это тяжело. Они думают, что этим помогает тебе, самое интересное. Самое интересное вот это. Поэтому ты очень хорошо отметил, в данный момент мир такой стал, что без, скажем, профессиональных знаний теперь роста не будет. Без профессиональных знаний будущего не будет теперь. Вот. Давай я открою комментарии, пусть наши аудитории задают вопросы. Уважаемые наши слушатели, вы можете задавать мне вопрос, вы можете задавать Сергею вопрос. У вас есть возможность спрашивать то, что для вас важными. Мы, хочу вам сказать, что Сергей и еще вместо 4-5 человек, то есть нас 5-5, на форуме 5-го декабря будем выступать. Можете пройти на наш сайт Word само, посмотреть, бронируйте себе места, пока еще немножечко есть. По-моему, вип-место уже почти закончилось, по-моему, там нету. Но хоть что-что можно сохранить, то есть я иду бронировать себе, посмотрите, есть какие-то места еще есть, бронируйте себе, старайтесь участвовать, потому что все будут практики и можно задавать. И самое интересное, мы хотим показать алгоритм, мы хотим в форуме показать алгоритм, по которому можно стать миллионером в любом бизнесе. Вот это мы хотим показать. И независимо от того, почему я вызвал разных, например, учеников из разных стран. Смотрите, Сергей с Россией, мы хотим показать, как на рынке России можно стать миллионером. Курмец, рынок Соединенных Штатов Америки. Бархетция, рынок Казахстана. Дельшурдакас, рынок Узбекистана. Ну, меня не знаю, куда вы читаете, я гражданин СССР, то там, то там, и так далее. Мои бизнесы везде распространены, там есть, и так далее. Поэтому вот, вот такая картина, дорогие мои. Поэтому мы думаю, что мы с вами в этом форуме мы четко алгоритм хотим донести. Именно алгоритм. Алгоритм, потому что по которой вот, теперь вы можете задавать нам вопрос, что-то Сергею, что-то мне, мы готовы ответить. Здравствуйте. Хорошая команда собрать. Спасибо. А, как хорошая команда собрать? Сергей, можешь ответить на этот вопрос? Как хорошую команду создать? У тебя же больше 300 человек в команде. Можешь попробовать ответить на этот вопрос? Да. Ну, как я говорил, для этого нужно быть профессионалом. То есть, до момента, когда я, ну, системно не учился, у меня получилось, как бы, команда формировать как получается. А сейчас, ну, сейчас формируется команда как нам необходимо. То есть, у нас очень большие цели, и мы уже, ну, для, действительно, для кандидатов, которые хотят к нам в компанию попасть, наша компания стала очень привлекательной. То есть, ну, действительно, вот эти большие цели людей мотивируют, и к нам приходят только такие профессионалы, которые, действительно, могут нашу команду сделать сильнее. Для этого, конечно, существует определенная технология подбора, которая в компании уже выставлена. Я сам достаточно большой в этом, ну, в этой области стал профессионал за 10 лет работы, да. Я суммарно, ну, посчитал, сколько там. Это несколько тысяч собеседований, которые я провел, и, наверное, сейчас я уже, ну, за 10 минут могу определить, кто передо мной сидит. То есть, мне достаточно, чтобы человек 10 минут и себе рассказал, я уже понимаю, да, я уже где-то, знаете, как смотрю, когда в ВМ человека, я говорю, а зачем ты вот эту компанию в эту пошел, а вот в эту зачем пошел. И когда я вижу, я говорю, вот если ты к нам придешь, мы вместе уже, ну, когда правильный человек приходит, я говорю, мы вместе можем очень большие, больших целей добиться. для меня формирование команды стало, как бы, вот, ну, наверное, самое главное сильное конкурентное преимущество, которое я считаю, как бы, ну, вот надо, если вы, ну, планируете развивать бизнес, это умение работать с людьми, да, то есть, умение формировать вот эту сильную команду, самый главный, наверное, навык руководителя, который, ну, помимо, там, навыков стратегии, там, профессиональных отдельных навыков, вот умение работать с людьми, это очень важная составляющая, его, наверное, там, за один даже, там, там, за 10 минут ответить сложно, но самое главное, это знать природу человека, и у тебя должна быть действительно, как бы, ну, когда к нам профессионалы приходят, они чувствуют, что с нами они могут добиться большего, чем без нас. Вот это ключевое отличие нашей компании от других. Это очень, ты очень хорошо сказал. На самом деле, работа с командой теоретически невозможно учить, это невозможно, его надо быть там, чтобы понять, это надо делать, это похоже как плавание, пока не зайдешь в воду, не поймешь, как бы со стороны не объяснишь человеку и так далее, надо делать так и так далее, он может быть теоретически наизусть будут знать, как там руки-ноги держат, но пока в воду не зайдет, он не поймет. Это похоже на этого. Команда, да, наверное, это, знаете, похоже на что? Вот на машине сидишь, на машине, в машине же газ нажимаешь, педаль нажимаешь, всего лишь контролируешь показатели, это руль, это скорость, это педаль, тормоз, газ, и ты вот это 5-6 точка воздействия, то есть влезешь на это 5-6 точка, и машина начинает точка А перейти, точка Б. Правильно? Твоя задача правильно держать руль, правильно не припустить педали, вовремя знать, где меньше, где газ нажать, где тормоз, команда похожа на этого. Это что означает? То, что Сергей сказал, это правда. Один из глобальных, фундаментальных успехов это благодаря команде. Если вы умный человек, сильный, профессионал, но не можете создать команду, ваш ум не даст результата, ваш талант не даст результата, потому что когда вы сидите на машине, в конце концов не вижу бегать, машина же возле вас с одной точки, с другой точки по другой скорости. Это похоже как команда. Команда это похоже как машина, запомнить ребята, даже я бы сказал как самолет, с одной точки возле вас в другую точку. Это похоже. От вас зависит всего лишь просто правильно рулить. И вот это очень-очень важная вещь. Но если машины нет, вам придется пешком бегать. Человек, который хочет бизнес, бизнес, без команды работает, это похоже человек, который пешком, а тот, который создает команду, представьте, что у него прямо супер Лексус, который ездит. Вот похоже, скорость развития будет похожа, комфорт развития будет похожа. И условия, где-то вот так, в общем. Поэтому, Сергей, то, что сказал, это очень правильно. Кто-то задавал такой вопрос, добрый вечер, Сальмур Раджавович, что посоветует, если у человека четыре диплома с отличием, но все еще работает в месяц 20 часов примерно. Что нужно делать, с чего надо начать, какой подход нужен. Молодим. Если у тебя, Брадмон, четыре диплома, я рекомендовал тебе, что ты должен в одном направлении стать профессионалом. В одном направлении. В одном направлении стать профессионалом. Это первое, что ты должен делать. В одном направлении стать профессионалом. Чтобы стать в одном направлении профессионалом, как ты можешь делать И что ты можешь делать? Например, если ты хочешь в будущем иметь бизнес в ресторанном бизнесе, иди, пожалуйста, в это направление, стань профессионалом. Поработай, пожалуйста, несколько блоков ресторана. Особенно работай администратором. Надо работать, подниматься до уровня администратора, чтобы понять все бизнес-процессы как налаженные и так далее. Понимаешь? Это очень-очень важная вещь. Следующий очень важнейший момент такой, что ты должен очень хорошо понимать, разбираться в продаже. Я бы рекомендовал любому молодым человеку, который хочет открывать бизнес, сначала навыки продажи научи. Ты должен перебороть себя и не стесняться. Это важно. В бизнесе без продажи далеко не пойдешь. Даже если хороший ресторан откроешь, не на эту продажу, а бизнес банкротится. Даже если хорошей гостиницы и нету там продажи, ты банкротишься. Ты должен в том бизнесе, который мечтаешь иметь, уметь вот этот продукт обналичивать, то есть продавать и так далее. Начните продажу, потом работайте в отдел администрации, потом работайте в отдел логистики, чтобы понимать. Когда вы работаете в логистике или в закупе, вы поймете поставщиков, ассортимент и так далее. Когда в продаже работаете, вы поймете клиента и так далее. Что нужно? Продукт поймете, клиента поймете. Когда вы постарайтесь работать в администрации, вы поймете, как организовать работу. Все эти механизмы, когда вы усваиваете, только тогда нормальный бизнес пойдет. Поэтому, если ты на зарплату работаешь, пожалуйста, начни именно с того, что я сейчас говорил. Однозначно у тебя будет бизнес потом. Знаете, можно стать владельцем бизнеса, даже не имея деньги. Как? Как можно стать владельцем бизнеса, не имея деньги? Абсолютно не имея деньги. Главное, надо иметь мозги. Просто работай в каждый блок, как я сейчас рассказываю. На это уйдет у тебя до одного, до трех лет. Встань в своем области профессионалом, а потом подойди своему шефу и скажи. Вот, дорогой шеф, открывайте второй магазин. Давайте я все организую сам. Дайте мне небольшую долю от прибыла. Например, в районе от 10 до 20% доли от прибыла. Я гарантию вам дам, что если вы профессионал, любой человек соглашается. Я гарантию вам дам. Неважно, это магазин, или это кафе, это гостиница, это мойка, или это СТО, или что-то, еще другое, другое. Неважно. В любом, в любом бизнесе нормальный руководитель с радостью будет с вами сотрудничать, если вы такой. Понимаете? Если вы такой профессионал, да любой человек согласится с вами. Вы можете спросить любого бизнесмена, да они мечтают о таком партнере, о таком руководителе. Поэтому, все равно выгодно. У вас нет финансового риска, вы имеете 20%, например, скажем, от прибыла. Может быть, там, как вы договариваетесь. Может быть, меньше, может быть, чуть больше. Ему выгодно, что у него время экономии и так далее. Вот, это же очень выгодно. Поэтому, вот, любой человек, есть возможность и шанс. Абсолютно любого. Вот. Давайте еще, мы готовы ответить еще на несколько ответов. Спасибо, ребята, за вашу благодарность. Сергей, честно скажу, у нас аудитория, вот наша аудитория, очень благодарная аудитория, очень благородная. Я, на самом деле, это моя миссия, живу этим, потому что, когда устаю, я читаю их комментарии. Когда что-то устаю, что-то, это правда. Я когда, когда, обязательно читаю, листаю, читаю комментарии, и это вдохновляет, и начинаешь понимать, что жизнь проходит не зря. И начинаешь заново потом фокусироваться, и делать, и так далее. Вот. Можете задавать вопросы, ребята, еще пара вопросов, с радостью мы готовы ответить. Рахмат, большое спасибо, ребята. Вот. Кто-то присоединяется? Что вы думаете про криптовалюты? Сергей, у тебя есть криптовалюты? Да, у меня уже интерес в этой области есть. Я считаю, что это такая новая, скажем так, реальность, новый класс экономики, и в этом вопросе надо разбираться. Но я придерживаюсь правила сначала получить знания в этой области, а потом начинать действовать. То есть, ну, я постепенно, как бы, ну, мне кажется, что через 5-10 лет это станет, как бы, ну, достаточно таким существенным, как бы, ну, частью экономики, и игнорировать это точно нельзя. То есть, в этом вопросе лучше разобраться, чем, как бы, ну, потому что это то же самое, что сейчас игнорировать, когда-то, ну, там, сотовые телефоны появились, когда первые, да, вот. Ну, можно было сказать, ну, кому они нужны, но сейчас у нас у каждого по несколько штук есть, да, поэтому... Ну, это тоже меняется, мы на месте не стоим, это удобно, потому что вот сейчас, допустим, доля платежей, я помню, когда мы в 2015 году открывали первые наши кафе, доля, ну, наличных была 90%, и только 10% безналичные. Сейчас 95%, 99% это безналичные платежи, и только наличных практически нет, все рассчитываются телефонами, часами, картами, да, и поэтому, ну, уже практически все поменялось, в электронную часть ушло, поэтому я думаю, что это перспективно, но в этом надо разбираться. Да, да. Очень хороший пример тебе привел аналогия сотового телефона, это вообще, очень супер пример, что когда-то люди думали, да нет, я обойдусь без него, как-то так, а сейчас даже школьник не обойдется без телефона, потому что это очень удобно, и так далее. Знаешь, я две недели назад, я почитал, я сейчас очень внимательно изучаю жизнь миллиардеров, потому что очень хочу быстрее капитализацию вести до миллиарда, и я очень сильно внимательно изучаю их жизни, что помогло им стать миллиардером. И изучая Амазон, это Джефф Безоса, и видел такой ключевой момент, очень-очень ключевой момент, послушайте, вот кто задавал вопрос по криптовалюте и так далее, честно скажу вам, в протяжении 5 лет много раз меня пригласили разные мероприятия по криптовалюте и так далее, иногда задавали мне вопросы, я всегда говорю, что я не заработал свои деньги в криптовалюте, я ничего не могу вам посоветовать и так далее. Но, правда говоря, я думал, попозже начну, попозже буду интересоваться, попозже изучу и так далее, я так думал, на самом деле так думал. Пока две недели назад не изучал этого Джефф Безоса, вот он говорит, ему задают вопрос, почему вы именно взяли за бизнес интернета, почему ваш бизнес 100% связан с интернетом, вот как вы с это начинали и так далее. И он говорит, что в 1994 году он делал исследование, анализировал и видел, что интернет в год, скорость развития интернета 2300%. Сергей, послушай, это крутой, это инсайт, очень крутой инсайт, и он говорит, я видел, говорит, что интернете скорость развития 2300% в год. Когда, говорю, я это видел, я думал, мне надо что-то сделать, бизнес, который связан с интернетом. Почему? Потому что любой вещь, абсолютно любой вещь, которая будет в год расти с такой скоростью, он ранее или поздно завоевает весь мир. И говорит, тогда я долго думал, 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 и мне надо было бизнес сделать, который связан с интернетом. Он именно, потому что это похоже, садись на лошадь, лошадь тащит тебя туда, куда хочешь. Это похоже на это, это как серфинг, тебе надо волну поймать, волна сама отвезет тебя. Вот похоже на этого. И тут, внимание, я тогда задумался, иногда сейчас, когда за последние две недели, кто бы мне задает вопрос, в какой сфере открывать бизнес, я говорю, изучай, посмотри, что стремительно высокой скоростью растет. После слова Джефф Безоса, я начал анализировать, например, Чичваркин. Чичваркин же Евросейд открыл именно, как раз попал в волна роста именно сотового телефона. Сотовый телефон резко был рост 2000 по 2010 годах. Люди начали максимально купить телефон и так далее. И он пошел. Или Вальберес. Сейчас Вальберес наш. Вот эта скорость развития интернета территории России и СНГ, доверие к закупу интернету, она совпадала с этим скоростом. Или Алибаба. Алибаба, Джекма. Внимательность посмотришь. И он попал именно в эту волну, когда весь мир начал закупаться в Китае товар. Именно это. И он стал окошко как раз для всех этих людей. Это очень хорошо. Поэтому, когда мне сейчас последние две недели люди зададут вопрос, как начинать, на какое направление в будущем делать бизнес, я скажу, просто посмотри, изучай, где высокую скорость развития. И однозначно подумай, как привязывать свой бизнес к этому. И я начал в последнее время анализировать, такой скорость только эта криптовалюта растет. Представляешь? Хорошая скорость, что он растет. Поэтому думаю, что любой из вас, кто правильной компанией купит криптовалют, думаю, что он все равно не проиграет. Потому что, ну, не все свои деньги вложите туда. Не надо бросаться головой полностью. Поэтому вот поэтапно. Да. Вот так. Спасибо. Кто-то спрашивает меня, как видит это первыми, ваш книга «Инвестор» или «12 заповедей руководителя». Я сейчас работаю, думаю, что, скорее всего, первый видит книга «12 заповедей», потом видит книга «Инвестор». Я сейчас работаю над книгой «12 заповедей руководителя». Правда, еще много надо делать, но я думал, что Новый год закончится. Да, Аллах, уже который год работаю над это. Пяти год собираю материал, уже пяти год, даже больше, наверное, по чуть-чуть, который будет. Книги писать – сложная вещь. Не быстро пишется книга, большая работа. Вот. Отлично. Вот кто-то пишет «Самый высокий бизнес – это сажать картошкой». Может быть. Может быть, брат мой. Может быть. Может быть. Ну, понимаешь. Может быть. Я не знаю. Может быть, ты нашел какой-то сорт сажать картошкой, которая лучше всех. Я не знаю, что за сорт ты нашел, который принесет больше и потом, может быть, действительно складировать и так далее. Когда будут показы фильмы «Махачкале», мы сейчас над этим работаем. Просто, видите, все кинотеатры и так далее. Наверное, теперь мы скоро запустим онлайн кинотеатрах. Вы можете, сидя где бы ни были, онлайн кинотеатрах посмотреть. Так будет, наверное, для многих лучше. Очень скоро мы выпустим. Ждем показа Кыргызстана. Сразу после этого будем онлайн кинотеатры. «Недвижимость», «Покупка земли», «Недвижимость», «Покупка земли», «Стройка дома». Что скажете насчет этого старого бизнеса? Он всегда выгодный. «Недвижимость» он никогда не падает. Вот Сергей дома строит, дома продает и так далее. Сергей, скажи, пожалуйста, рынок «Недвижимость» когда-нибудь исчезнет? Или он всегда остается все равно какое-то время чуть больше, потом спад, потом все равно опять поднимается и так далее? Но если бы он был таким, который бы падал, либо стагнировал, мы бы в этот бизнес не входили. Дело в том, что по мере роста числа населения на планете, потребность в жилье, в питании, в одежде, в обучении, она всегда будет сохраняться. Рынок «Недвижимость» он перспективный, потому что человек – это единица потребления, он растет, развивается, ему нужны новые площади. Поэтому если вы грамотно на рынке работаете, действительно даете качественный продукт, у вас всегда будут возможности хорошие. Молодец, дорогой. Сергей, 5 декабря у нас форум. Ты там как спикер выступаешь в форуме. Что ты скажешь людям? Что ты собираешься там рассказать? У тебя много инсайтов для людей? Что ты хочешь им сказать в форуме? Какой пассив хочешь давать? Чтобы эти люди побежали, сразу себе бронировали билеты, чтобы пока еще немножко билет осталось. Честно скажу, зал-то не резиновый, она же ограничена. Мне вчера или после вечера еще сказали, билеты вообще давним-давно оказывается закончились. Небольшое количество только стандарт-билет осталось. Расскажи, пожалуйста, что ты там будешь говорить? Ты дашь им алгоритмы, по которым могут построить бизнес, или дашь алгоритм, как несколько бизнес построят? Что у тебя в сердце? Саник, я в первую очередь хотел вас поблагодарить за то, что вы пригласили меня на этот форум, потому что это первый для меня будет опыт выступления с такой темой, потому что обычно я немножко другой формат информации передавал. Я сначала, прежде чем, когда согласился, я сначала немножко подумал, потому что тема достаточно такая, она необычная, я скажу. Она действительно, ее каждый день не расскажешь, и если у тебя нет такого опыта, бесполезно выступать. Но так же я вечно этот путь прошел с нуля, и можно сказать, я знаю все этапы сложности этого пути. И я скажу, что это очень непростой путь, и сколько лет мне потребовалось на то, чтобы поесть в себя, в свои силы, чтобы этот пройти. Но, знаете, если, ну вот, самая главная задача, которую я перед собой поставил для того, чтобы на форуме действительно поделиться, знаете, самым главным, наверное, это мышлением. Мышлением, которое помогает добиваться нового результата. Потому что я, ну, так как я сейчас много с вами времени провожу и обучаюсь, я прекрасно понимаю, что, ну, даже вот у вас есть сейчас задача, как бы, да, вот вы, и вы изучаете там биографии и стратегии уже, ну, долларовых миллиардеров, как бы в этом, ну, вопросе, да, чтобы понять их уровень мышления. Я поделюсь самым главным, это вот тем пониманием вопроса, как добиться долгосрочного успеха и какой образ мышления вам необходимо сформировать и какие сложности будут преодолены, ну, с какими сложностями вы столкнетесь, чтобы, когда у вас они будут возникать, вы понимали, что перед вами, ну, там, очередная преграда, этап, который вам нужно преодолеть, потому что я искренне считаю, что почему знания необходимы и наставники необходимы, потому что я уверен, если бы я, ну, там, в 25 лет с вами познакомился, то сегодня, да, сегодня я, наверное, был бы уже в корпусе. То есть я был, я в этом плане уверен. Ну, все. Немножко, немножко потребовалось, как бы, тоже, вот, ну, более короткий путь, поэтому я считаю, что те люди, которые вообще туда попадут, они, у них будет уникальный шанс, потому что пять человек, пять человек, которые, ну, со всего мира приедут поделиться своим опытом и знаниями, это в рамках одного дня, это бесценный опыт. То есть я понимаю, что тот опыт, который каждый из спикеров поделится, то, что вы дадите, да, это концентрация практиков, которые не, они не в теории владеют этими знаниями, на практике у каждого свой путь. Мы уже друг с другом подружились, я уже общаюсь с Курметом, с Басы, там, без шоссе, единственное, с кого мы еще пока еще, ну, вот, я еще не познакомился, но я уверен, что он тоже, как бы, очень опытный. Да, да. И, как бы, предприниматель, я уверен, ребята, что, вот, ну, один день нахождения в такой среде изменит, то есть вам даст пищу для ума на несколько лет вперед. И, ну, что касается моей части, да, и моей, скажем, ну, доли участия, я поделюсь с вами тем опытом, который за 15 лет, ну, в бизнесе реальном я накопил, и постараюсь сделать так, чтобы вы получили тоже, вот, ну, вот от моего выступления максимальную пользу, потому что, ну, мне есть что рассказать, вот, в этом вопросе, и, ну, я постараюсь для вас принести пользу. И обязательно приезжайте, потому что, на самом деле, как бы, таких мероприятий, ну, я считаю, в этом году сильных таких мероприятий не было. Вот не было, а тем более, если у вас, да, если вы хотите расти, инвестируйте свое время в знания, вот, и приезжайте обязательно. Спасибо, Сергей, дорогой. Я думаю, что, уважаемые наши слушатели, думаю, что когда пять человек расскажет вам шаги, которые он делал, благодаря какие шаги он заработал в свой первый миллион, например, да, каждый из них, когда рассказывает просто, как они это делали, вы можете для себя разработать собственную стратегию. То есть, послушая каждого из них, у вас своя индивидуальная дорога. Иногда порой вы не можете пройти путь, который Сергей прошел, или я прошел, или кто-то другой, но вы какой-то элемент с этого пути берете себе, какой-то элемент с того пути, какой-то элемент с того пути. И, соответственно, у каждого из них есть, у каждого из успешных людей есть ошибки. Ошибки есть такие, понимаете? Когда вы видите, узнаете мои ошибки, узнаете у Сергея ошибки, узнаете того. Если вы не сегодня, нет завтра, когда-нибудь вы все равно будете сталкиваться с этими ошибками. Когда-нибудь. Поэтому, потому что вы, это неизбежно, неизбежно. Просто, если вы видите, дождливая погода на улице, дожди будут, вы все равно это мокрый станете, хотите, не хотите, это будет. Поэтому, зато это поможет вам меньшими потерями обойти. Это позволяет вам не терять слишком много. Вот что. Поэтому, добро пожаловать. Ждем вас 5 декабря в Казахстане. Это город Туркестан. Зайдите по нашим сайтам. И, пожалуйста, сохраняйте свое место. Купите себе билеты, чтобы у вас там, потому что там, наверное, совсем чуть-чуть мало осталось, по-моему. Вот. Буду очень рад многих из вас видеть там. Вот кто-то много раз мне здесь пишет, наставник, вы будете встречаться с Хабибом. Хабиб для меня один из... Хабиб Нурмагомедов. Я с ним не знаком лицом к лицу, но обязательно встречусь. Думаю об этом, правда. Потому что я прочитал несколько вещей, которые его отец делал. Мой путь похож к путь отца Хабиба. Почему? Потому что он воспитывал чемпиона. Он выросли чемпионом. Хабиб был один из чемпионов, которого он выросли. Я такой тренер. Я бизнес-наставник. Он тренер по спорту, я бизнес-наставник. Я выращиваю миллионеров. Поэтому вот это как-то вот очень совпадение. К сожалению, что его отец уже ушел. Дай Аллах ему в раю место. И я с радостью там, с радостью с ним встретился. Ну, думаю, что самим Хабибом обязательно встречусь. Это так и должно быть. Желаю вам всем успехов, ребята. Мы попрощаемся с вами. Увидимся 5 декабря в бизнес-форуме в Туркестане. До новых встреч. Сергей, дорогой, спасибо тебе. Спасибо. Кто нашел в свое время на этой встрече, вступал со мной. И я уже очень горд, что рядом со мной ты стоишь. Большое спасибо, дорогой. Международный бизнес-форум. Как я заработал свой первый миллион. Сильные стремятся к сильным. Успешные ищут более успешных. Слабые не делают ничего. Само приготовил для всех предпринимателей мощный толчок к росту. Масштабный слет успешных и целеустремленных в единой среде бизнес-мероприятия. Готовьтесь. Концентрация успеха будет сногсшибательной. Находитесь на пороге создания своего дела. Ищите свободную нишу. Не знаете, где познакомиться с единомышленниками? Хотите прорваться на международный уровень? Горите желанием стать миллионером. Добро пожаловать в среду успешных людей. Вас ждут работающие советы, кейсы и знания. Только действенные схемы и стратегии. Прямые беседы и невыдуманный опыт. 100% практики и ноль теории. Спикеры форума Саидмурот Довлатов Мультимиллионер Бизнес-тренер и инвестор Владелец холдинга UDI Group В состав которого входят 24 компании Уксигбаев Бакыт Казахстан Миллионер Ученик Саидмурота Довлатова Генеральный директор строительного холдинга K7 Group Аубакиров Курмет США Миллионер Ученик Саидмурота Довлатова Основатель USA на Русском и группы компаний IBC Group А также основатель общественного частного фонда Курмет Аубакирова Ким Сергей Геннадьевич Россия Миллионер Построил международную группу компаний Тексан Групп Ученик Саидмурота Довлатова Матисаев Дилшот Миллионер Узбекистан Основатель группы ЭПА и Вертибра Ученик Саидмурота Довлатова Обучайтесь Заряжайтесь Заводите полезные контакты Достигайте ослепительных высот 5 декабря Город Туркестан Риксос, Туркестан Начало 10.00 Добро пожаловать в среду успешных людей Редактор субтитров А.Семкин